...эффицированная разработка, и вот таких, наверное, эфицированных разработок не дорогостоящих, возможно, на рынке не хватает, чтобы можно было нашим отечественным производителям цифровизировать, где их не видят, а не. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Да, спасибо, Сергей Николаевич. Я постараюсь сделать так, чтобы мое выступление максимально приблизилось к ответу. Вопрос, который Сергей Николаевич задает уже третий раз. А что надо сделать, чтобы взлетело? Знаете, мы тоже об этом думаем, что нужно сделать, чтобы взлетело. И вот то, о чем я буду говорить, я скажу вам, что решение, оно действительно очень интересное, но уникальное, очень привлекательное использование. Но сначала я бы хотел немножко поговорить о другом. Вот мы все понимаем, что да, за цифрой будущее, никуда мы на этих технологиях не денемся, хотим ли это вы или нет, сопротивляем, потому что у нас там такие старорежимные товарищи, которые умеют управлять руками или не сопротивляются, но вот то поколение, которое сидит на этих рядах, оно все равно будет жить уже в других условиях, не в тех, в которых мы живем сейчас. И, наверное, это будет достаточно быстро. Почему так это важно для меня? Я представляю компанию, которая находится в контуре крупного бизнеса. То есть это крупная инвестиционная компания, которая имеет промышленные активы в нескольких регионах, в том числе у наших соседей в Башкирии. У нас в шести районах достаточно крупные предприятия. И, к сожалению, мы видим следующее, что у нас со стороны государства, ничего личного, Сергей Николаевич, со стороны государства работа по цифровизации идет такими крупными мазками. Все понятно, государство решает свои задачи. Так и должно быть. А со стороны науки, разработчиков, люди, как правило, мельчат. То есть делают решения, которые нужны сейчас, всю секунду. Они действительно нужны, но очень мало есть желания и, самое главное, финансовый ресурс, в первую очередь, посмотреть в будущее, понять тренд, в который мы идем, что у нас будет в сельском хозяйстве в ближайшее время. Но сейчас, с моей точки зрения, происходит очень интересная ситуация. Мы сейчас как раз на такой границе немножко находимся. Я не случайно написал на верхней половине слайда слова «технологическое насыщение». Я занимаюсь этой темой уже шесть лет, пытаюсь для себя построить какие-то модели, как это все происходит. И, знаете, происходит очень интересная вещь. Вот шесть лет назад, даже пять лет назад еще, если… Я сейчас говорю в основном о крупных товаропроизводителях. Не обязательно агрофонных, агрофонных, там, в первую двадцатку. У меня есть пример из жизни, например, крупные коллективные фермерские хозяйства, там, на уровне регионального агрофонда, где один хозяин и где происходит абсолютно то же самое. То есть раньше человек пять лет назад, десять лет назад находил какую-то новую технологию. Я подчеркиваю, что я сейчас не говорю о цифре, да. Какое-то технологическое решение. Ну, например, вот в моей практике это было, когда была применена, переведено огромное высокопродуктивное стадо, восемь тысяч голов, переведено на другую систему давения и содержания, на израильскую. Это опыт на Кубани был достигнут. Значит, и сразу выросли на доли. То есть была применена технология не цифровая, но вот произошел вот такой технологический прорыв. И тот агрофон, который это внедрил, он пять лет пожирал плату, снимал сливки, у него сразу упала себестоимость, он сразу начал выглядеть лучше всех на рынке и появились, и они правильно очень выглядели себя, появились деньги, чтобы развиваться дальше, потому что эти деньги никто не рассчитывал. И вот тогда уже начался переход к цифре. Сейчас вот это технологическое насыщение в отрасли, оно произошло. Сейчас срок внедрения очень короткий, словно говоря, если крупный агрофон понимает, что сосед внедрил месяц назад вот такое решение, он тут же внедряет у себя уже решение более высокого уровня. То есть разрыв очень короткий. И конкурентных преимуществ, те, кто внедряет вот эти новые, они нужны, конечно, никто не говорит. Но они получаются очень короткие. То есть вот та маржа, свет, прибыль, которую можно снять, внедрить в какую-то новую технологию, которую ты нашел сам, притащил из-за границы или разработал, это не важно, она становится короткой. Значит, поэтому где драйверы? Куда будет отрасль идти? Какие драйверы поведут отрасль дальше? Вот с моей точки зрения, на этот вопрос отвечает вторая часть слайда, нижняя. И, ну, вы видите, что это цифрализация. Но наше сельское хозяйство и в крупных холдингах, и не в крупных холдингах устроено очень иностранным образом. У нас жизнь ставит своей задачей. Почему? Я на первом слайде показал, что у нас достаточно крупная собственность и активы в сельском хозяйстве. И холдинг вынужден в своем контуре создать несколько компаний, которые занимаются инжинирингом, которые занимаются разработкой того, что называется хартвером, и которые занимаются разработкой того, что называется софтвером, потому что одному с другого не работают. К сожалению, все решения, которые мы видим на рынке сейчас, они во многом короче, очень во многом. И все те производители, которые хотят добиться максимальной эффективности, они вынуждены подстраивать эти, брать на рынке решения, подстраивать их от себя. Поэтому логичный путь – перейти сразу к разработке акциональных решений на основе неких геновольных конструкций. Эти модули откуда берутся? Они берутся из технологий сельхозпроизводства. Потому что понятно, что цифра копать, дарить, сажать, собирать не будет. Цифра может дать контроль и учет. И вот здесь мы подходим к самому интересному. Почему мы говорим о контроле? Учет, понятно, там без человеческого фактора обходиться нельзя. Но то, как развиваются отрасли сейчас, контрольные системы должны быть максимально автоматизированы с нашей точки зрения, цифровизированы, как это сейчас принято говорить, и переведены в условно-корректность человечного режима. То есть человеческий фактор должен быть из контроля исключен. Почему это важно? Потому что есть два фактора, которые заставляют работать на эту тему и бороться с этим. Первый – это банальное бороство. Если я буду приводить цифры, как разворовываются в сельском хозяйстве внутренние и технические ресурсы, ну, я когда их для себя узнал, я там провел свои исследования, и у меня, конечно, внести встали до этого. Как ни странно, вот почему мы подошли, я буду говорить о примере, контроле средств защиты растений, потому что это самый разворовыванный компонент. 65% расхищается, 65% в среде. Расхищается урожай, расхищается горючка. Это традиционно все понятно, все с этим сталкиваются, кто работает на земле. Но есть еще один момент. Есть неправильное применение технологии. Это тоже человеческий фактор. Агромон там не выспался, пришел с бодуна, простите, на французский, значит, недопонял что-то, неправильно обучили его, или он послушал, или он там сдавал экзамен, значит, думая совершенно о другом, все, и мы получаем нарушение технологии. Это даже хуже, чем воровство, потому что идет к упущенной обиде. Я вам приведу пример, который Сергей Николаевич знает, мы с вами раз обсуждали, что в одном кругу многохода, где обидели полевого окна, он стал выходить, и залил какую-то грейм в обыске, в последний день своей работы. Какую, не знаем, вот никто не знает, но он сжег 600 вектаров. То есть он не просто продал СЗР, который стоит достаточно дорого, он не просто прогнал там в густую тракту, но он еще и убил урожай, который стоил, стоил на работа, работа и так далее. То есть все понятно. Вот бороться с этими вещами, с нашей точки зрения, и с точки зрения тех решений, которые мы разрабатываем и внедряем, можно только исключая человеческий фактор с процесса технологического контроля. И вот здесь поле для цифры огромное, собственно, единственное возможное решение, которое может быть применено, это цифровое в этих случаях. Нет других аналогов, невозможно. И вот это будет правило развития, по крайней мере, на какой-то обозримый период. И вот нам кажется, что все, кто сидит на земле, ведь, понимаете, как, самое главное, зачем мне дается право решения? Скажите, чтобы было красиво, прекрасно. Идите к любому крестьянину и скажите, давайте мы тебе поставим там платформу шикарную, самого этого, все будет дело. Он скажет, зачем нам не нужно, а нет денег. Значит, решения должны быть эффективные, недорогие по нашему ЭКО, потому что можно взять любое западное, понятно, сколько оно стоит, особенно сейчас. И они должны быть эффективны и вести к снижению себестоимости машинцы. Пока решение этого не делает, или комплекс решений, все остальное, это красивые сказки бесполезно, и работать не будет. И он начнет в лучшем случае ломать, в лучшем случае просто саботировать. Вот, собственно, это тот общий мазок, который я хотел внести в эту копилку. И в этом смысле тут есть часть ответа на вопрос, который задавался Евгений Николаевич, что нужно сделать государству. Государство должно задать, первое, все хотят поддержки, мы тоже хотим поддержки, все хотят денег. Министерство средств и хозяйства в рамках программы «Дайте денег». Понятно. Понятно, что в основном не дают, но хоть что-то, прекрасно, замечательно, потому что в будущем день. Конечно, нужна поддержка, понятно. Но нужна рамка, то есть нужны задания стандартов работы под цивилизацией, потому что сейчас, пока, на текущем этапе, каждый дует свою дуду. Росагра сделал одно решение, мы сделали другое решение, там, я не знаю, агрофобик Кубань сделал третье решение. В конечном итоге потом все это свести в те платформы, которые дорогие сердцу медицинфоза и которые действительно важны для государства, почти нельзя. Значит, должны быть заданы понятные, ясные стандарты. И огромное спасибо аналитическому совету, приличный Сергею Николаевичу, в всякой листе говорю, потому что я знаю, что они напряженно над этим работают, не все пока получается, но пока не все получается у всех, и у нас, и у вас, и у всех остальных, да, мы все двигаемся. Вот это очень важно. И мне кажется, что поддержка со стороны государства на внедрение цифровых решений должна идти именно в этих условиях. То есть государство задало стандарты, если вы сделали решение, которое этим стандартам соответствует, интегрируется в общую систему, пожалуйста, получите поддержку. Это я приближаюсь примерно к теме каталога решений. На этом он тоже работает аналитический центр, за что это тоже отдельное спасибо. Собственно, понимаете, ну вот я могу дальше об этом очень много говорить, потому что я занимаюсь долго и подробно. Вот вот это там могу перечислять факторы, почему не работает, да, почему плохо работают решения. Что происходит в механизации, в сфере механизации, что происходит в сфере животноводства и в сфере растеневодства. Конечно, основные потери в сельском хозяйстве лежат в механизации растеневодства и животноводства, потому что другая история, тоже интересная, но немножко другая. Поэтому вот вся вот эта совокупность факторов заставляет нас двигаться к тому самому бесчеловечному контролю. И вот, как мне кажется, развитие цифровой инфраструктуры, это интернет, нашу структуру сельского хозяйства, оно должно в первую очередь в наших условиях сейчас, в которых мы живем, ввести вот к этим двум вещам. Это обеспечение строго целевого и рационально технологически выверенного использования всех материал-технических ресурсов агропроизводителя и сокращение потери за нарушение технологии производственных процессов, будь они злоумеренные или будь они не злоумеренны. Вот, собственно, на этом я бы хотел общую часть закончить и сказать, что в качестве примера я хочу показать одно решение. Вот у нас тут их целый список, на самом деле, мы занимаемся такими рациональными вещами, как вот контроль топлива высокоточный, значит, контроль техники, преодоление проблем со связью. Мы сделали это посох агроном, он сейчас испытывается, когда полевой агроном идет, просто, ну, даже делать еще надо, он проходит свой мешок, который фиксируется на спутниковой карте, тыкает палку в землю, получает объективные показания по температуре, влажности, воды, трубы и, прошу прощения, воздуха, почвы и воздуха, это автоматически передается, потом просто заверяется, потом приходит на рабочее место. Владимир Владимирович, у вас еще с вами бачок есть? Да, все, я заканчиваю. Да, и вот самое интересное решение, конечно, и просто мне сейчас придется полистать, извините, пожалуйста, перевесла. Вот, это то, что мы сделали, аналогов действительно нет, по крайней мере, в России точно, на Западе есть, но это вопрос цены. Это устройство, вот видите, оно там синенькая кружочка поведено, очень маленькое, такое совсем почти незаметное, которое позволяет с точностью 17-100 тысячных, то есть ведро воды на 3 тонны, которые залит этот масок, контролировать объективно, доказательно, с цифрами в руках концентрацию как химического раствора, которая проходит через дюксы, за насосом высокого давления. Вот, оказывается, это вот такая проблема, она существует, мы сумели ее решить, причинением решениям гордимся, поэтому я ее с удовольствием доставляю, она сейчас проходит под эксплуатацию у нас, ваших соседей. Вот так это все выглядит. И вот видите, график там идет, да, вот первый высокий пик, это стабилизация, то есть, ну, кривая, вообще это промешало, потом он, значит, он нарушил. И вот вышло 2 первых сутца, это нормальная концентрация, та, которая должна быть. После этого, значит, машина остановилась, тракторист залил ведро воды. Ну, имеется в виду нарушенное количество раствора. Зубец упал, еще ведро воды, зубец упал, еще 25 литров без зубца, вообще 20 разобрать. Вот такую штуку мы делаем именно в плане развития контроля технологических процессов. Но я бы, я не буду пролистывать на слайде. Спасибо за внимание, я всем благодарю за внимание. Хочу просто еще раз сказать, что все это без правильного софта не работает. Поэтому я передаю слово Денис Александровичу. Спасибо, пожалуйста. Денис Александрович, пока Денис Александрович идет к микрофону, мы здесь на площадке, я уже ее упомянул, чтобы вам не слышали, а на площадке, потому что если шла в обновлении, а кто должен определять попленность? Спасибо.